Итак, приветствую вас, дорогие друзья. С вами Брюс Андрей Игорь Андреевич и перед нами замечательный человек и дедушка Протас, к тому же, Алексей Вайтра Крупник. Здравствуй, Лёша. Привет, Брюс. Привет всем зрителям GoodGame.ru. Сразу хотел бы перейти к текущему турниру. Значит, с какими мыслями ты приехал из Одессы? Ну, была задача попасть в топ-2. Я понял, что это будет сложно сделать. Почему? Потому что у нас есть такие игроки, как Кас, в первую очередь, Стрелок, Блай, Фраер. Как бы это были такие основные игры. И я знал, что можно ничего хорошего не ожидать только и Рейнстара, и Вайта, потому что у них там специфические тактики, которые они там непонятно как тренируют и можно им тоже прокатить. Ну, и, конечно, была такая, знаешь, неуверенность в том, что смогу ли я быстро адаптироваться к условиям игры в киберарейне. Потому что тут иногда проблемы с компьютером, там, задержки небольшие, как бы, и... Ну, это большая разница, когда ты играешь дома и на выезде. Смотри, ну, честно говоря, вот по форумам в интернете не могу сказать, что тебя вообще ставили фаворитом. Ты вот как сам думаешь, кто имел максимальное количество шансов выиграть? Ну, скорее всего, КАС и чуть больше, я думаю, Фраер, потому что у него был топ-4 на Дримхаке предстоящем. Но все меняется, игра очень простая, все может случиться. И тут можно вспомнить такую интересную поговорку, как собака лает, а караван идет. И тут ничего ты, ну, не сделаешь. А ты, когда увидел свою сетку, ты обрадовался или огорчился? Вот ее же за неделю, да, показали? Да, единственное, что я знал, что будет у меня более возникнет серьезная проблема, это во втором туре. То есть, ну, конечно, нужно было просто первую игру не проиграть. Украинский старт все-таки, как бы, там топ-50 грандмастера и играет неплохо. Знает, как бы, как СД, называется, СР, там, Рооче. Ну, а хорошо, ну, как бы, может, когда захочет сыграть. Ну, и я думал, что, скорее всего, с Фраером встречусь в втором раунде. И для меня это было не очень хорошо, потому что ПВП все-таки очень рандомный матчап. Ну, и в итоге получилось, что Блай обыграл Фраера. И, да, и потом меня, там, тоже игра была в соплях, но, как бы, что говорить. Вот, соответственно, когда ты проиграл Блаю, вот, еле-еле на краполях, ты сильно расстроился? Ведь ты упал в лузера, а в лузерах там был и Касса, и Стрелок. Фраер тоже был на тот момент. Да, я понимал, что я усложнил себе намного задачу. Почему? Потому что я побеждаю Фраер, сори, побеждаю Блая. И я уже, как минимум, в топ-3, и уже ты себя совсем по-другому чувствуешь. У тебя, как бы, две жизни есть. Ну, у меня так часто бывает. Вот, вот, в Украине последние годы, когда я выигрывал с лузеров, проходил и, как бы, брал сеты. И сейчас тоже, как бы, был очень близко, но, я считаю, все-таки, игрового опыта мне не хватило, чтобы правильно оценить ситуацию. А теперь давай вернемся к твоему, вот этому, скажем, какой-то некой магии, да? Когда ты на ланах, вот, приехал, я вот читал такие даже иногда обидные слова, там, ну, все, Вайт раздулся, уже не может, там, хватит. Вот, и, да, есть там, типа, Касс, есть, вот, Фраера, еще есть и такие, как Стрелок, да, которые могут. Но ты приезжаешь, и который раз ты пробил Касса, который, наверное, сейчас самый известный игрок такой вот. Он сейчас на пике форме, думаю, он лучший в СНГ, ну, как бы, по заслугам, по количеству выигранных турниров, и, как бы, он на первом месте, как бы, объективно, в последнее время. Стрелок, который его же и выбил, там, потом ты по Блаю нормальный. Как нормально так прошелся, то есть, как тебе удается, вот, именно настрой или дело в том, что ты что-то не палишь на обычных каких-то турнирах? Я думаю, знаешь, что вот последнюю неделю, я уже давно не стримил, как бы, это, ну, я не тренировался там недели две до этого, но с понедельника, как бы, играл по 30 игр в день, причем не просто играл, а отрабатывал какие-то стратегии. И мне скинул на Ниве, попросил у него реплеи, корейских игроков, они скинул, там, Криэртор Прайм, Скуртал и еще какое-то. И вот, как бы, очень, ну, как бы, тайминги подчеркнул. Я, как бы, теорию прекрасно понимаю, но вот Строй Сверхав сейчас все быстро меняется, и нужно понимать немножко тайминги. Даже 10 секунд, да, даже 10 секунд, 10-15, я понял, ага, вот мои косяки там-то, там-то, я чуть-чуть, ну, пытался их исправить, особенно в ПВТ, потому что, как бы, не понимал, ну, почему я проигрываю, скажем так. Ну, и с зергами у меня до сих пор проблемы, но, по крайней мере, уже хоть могу обыгрывать зергов, которые на моем уровне или даже чуть слабее. Обычно, как бы, в ледере я, там, из 10 игр 8 проигрываю, 2 выигрываю. То есть тоже мне чуть-чуть помогло. То есть я правильно понимаю, что хоть ты и не сильно изначально тренировался, у тебя был перерыв, но когда время подошло к турниру, то ты отбросил все, там, дела, взял текущие, там, тенденции из корейского Старкрафта и уделял, то есть за неделю ты сыграл, как минимум, 200 игр. 150-200 игр, да, каждый день, вот мне удавалось сыграть 30, 30 игр. Я считаю, что к турниру это, ну, нормально, может, там, 35, иногда 25. Просто у меня не получалось абсолютно каждый день играть с утра до вечера, потому что свои, как бы, проблемы, там, ремонт идет, туда поехать, то заплатить, то принять, там, кондиционеру. Принять деньги, то отправить, то принять. И, кстати, тоже было, надо было жеки, долги вот сюда привезти, тоже ходить. Но, тем не менее, как бы, если ты целенаправлен, есть мотивация, а она была. Почему? Потому что я давно не выиграл, и когда собираются все игроки, особенно с СНГ, это приятная старая компания, приходят болельщики и хочется, как бы, показать. Ну, да. Это даже может, бождя для меня было, чем занять призовое место где-то на Ассамбле или на Дримхайке. Хорошо. А какие вот сейчас у тебя ближайшие планы именно из... То есть ты перестал играть онлайн-турниры, в принципе, ты поигрываешь ладер, но не сказать, что удачно. Какие у тебя будут именно цели твои? Потому что, когда у тебя есть цель, ты не просто ездишь, а вот ты выкладываешься, и у тебя вот получается. А когда ты несколько турниров там, с турнира на турнир, то ты уже как пассажир ездишь. Вот я вот так, как пассажир уже наездил с Дай Боже, и не хочется это делать, потому что, как бы, это хорошо для пиара, там, но как игрок, просто я понимаю, ну, смысл ехать не полностью подготовленный. Я не говорю, что я там вообще там проигрываю сухую. Если кто смотрел себе игры там на турнирах, прекрасно видит, что всегда шансы есть. И за какие-то вот мои косяки, которые просто бывают банально от переутомления или как не достатка именно вот такой игровой практики, просто отыгрывать много игр в день. И случаются обидные поражения, которые не позволяли попасть там в призовые места или там какой-то выиграть какой-то турнир. Сейчас я, конечно, с рел назад решил остановиться. Да, и выбрать максимум, да. На ассамбле я не поеду, и, может, буду готовиться к финалу чемпионата Европы. Если я не ошибаюсь, он в сентябре будет, и, возможно, Германии, а я квоту там не получил. Да, вот, я играл в онлайне, сейчас проиграл двум зергам. Вот это, кстати, было воскресенье, я не помню, когда эти, а, в среду, да, вот, я еще как раз готовился и проиграл зергам. Ну, да, потому что, как бы, они всегда на шаг впереди оказывались. Вот это. Так, а ВЦГ Украина будет? Пока анонса не было. Говорят, будет. Ну, если будет, то будет хорошо. А, вот, собираюсь поехать в Москву в начале августа на Геймер Лайф, если я не ошибаюсь, Подмосковье. Если дадут добро ТТИСПОт-спонсоры, не хотят подделать презентацию, то будет хорошо. И я посмотрел ваше видео с прошлых поездок, очень понравилось. Да, там клево. Будет. Зуньте к нам в команду. Да, у вас такая банда большая, что я там просто-напросто затеряюсь. Но, на самом деле, очень хорошую работу делать. И вот портал ваш очень, как бы, часто читаю. Мне очень нравится. Спасибо, спасибо, Леш. Ну, как бы, там, не столько мне интервью, не так много видео, это, как бы, молодцы, мне очень нравится. Леш, соответственно, таких громких планов у тебя, там, типа, поехать в Корею или выигрывать все турниры подряд нет. Но в то же время ты все равно будешь оставаться в тренде, ты будешь играть, будешь радовать нас стримами и выступлениями на турнирах. Да, я просто понимаю, в моем возрасте высшие головы не прыгнуть, и зачем только тратить на это силы, когда можно спокойно, как бы, поддерживать свою форму. Да, каким-то ивентом готовятся целенаправленно, может, неделя-две, недели недостаточно. Честно скажу, ты сам знаешь, надо не две-три недели именно, и уже именно конкретные тактики готовить, которые никто не знает. Для этого нужны спарринг-партнеры, и вы там прорабатываете варианты. Вот это настоящая подготовка. Ну, нам остается пожелать тебе удачи, мы всегда рады тебя видеть, мы следим за тобой постоянно. Так что, вот, да, 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 и большой брат смотрит за тобой. Увидимся на GamerLive, твои, соответственно, прощальные слова для читателей www.goodgame.ru Да, спасибо, ребята, за вашу отличную работу, спасибо всем болельщикам, которые меня поддерживают, и киберспорт даже те, которые не поддерживают, и анти-пиар это тоже, как бы, пиар, да, это, ну, внимание. Но я понимаю, как бы, когда болеешь за человека, да, вот, как бы, и он тебя не долгое время, скажем так, не радует, да, разочаровываешься, и начинается дегатив. Но эта игра жизненная такая штука, сегодня выиграл, завтра проиграл, мне тяжело очень постоянно выигрывать. Ну, и, конечно, спасибо моим партнерам TT Sport, кстати, девайсы скоро привезут в Россию, вот, на гейме будет презентация мышек, ковриков, Playham, очень классные ребята, и срок. До новых встреч. Спасибо.